И мы продолжаем. Сложно ли открыть собственное дело? Что нужно сделать, чтобы бизнес не прогорел, а приносил стабильный доход? И появится ли в Поднебесной фабрика новосибирского мороженого? Дмитрий Белькевич узнал, что наша область стала одним из лидеров Сибири по числу малых и средних предприятий. Он встретился с предпринимателями и выяснил, каково сегодня быть бизнесменом. Музыка народов Севера, юрта, идолы, лодка с гарпунами и приятный запах дровяной печи. Небольшой этнопарк появился в Зайльцовском бару Новосибирска несколько лет назад. Основатель Вячеслав Карманов тогда и предположить не мог, что его идея привезти в Западную Сибирь Сибирь-Арктическую окажется настолько популярной. До этого занимался экспедициями коммерческими. То есть я водил туристов по Сибири, Алтай, Хакасия, Тыва и так далее. И всегда как-то хотелось стимулировать именно новосибирцев, чтобы они больше путешествовали. Потому что новосибирцы думают, что они живут в столице Сибири, поэтому все знают. А на самом-то деле до этих красот достаточно недалеко, но редко кто там бывал. В дело вложили около полумиллиона рублей. Затем вкладывали снова и снова, постепенно построили небольшую этническую деревню, где можно ознакомиться с бытом коренных народов. И даже, что называется, на своей шкуре попробовать, каково жилось предкам на сибирской земле. Но за деньги. Как ни крути, это индустрия развлечений и должна приносить доход. Почти миллиард рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства. Одна из статей расходов – это популяризация собственного дела. Иными словами, людям дадут понять, проявление чуть большей смекалки и смелости не могут открыть свое предприятие. И это не обязательно должен быть этнопарк. Это может быть даже небольшая кондитерская. Главное, чтобы бизнес-модель была удачная. Дело Дмитрия Секушенко выросло из небольшой домашней кондитерской. И то случай помог. Врачи запретили есть сладкое, вместе с женой думали над альтернативой. Нашли в интернете рецепты десертов без сахара. Со временем кухня в квартире стала мала, появились арендуемые помещения. Уволились с основной работы. Тортов, которые предлагали мы, те конфеты, которые предлагали мы, мы поняли, что есть аудитория. И причем она нас сама уже находила. Которым нельзя сахар, которым нельзя молочные продукты, животные продукты, глютен. Все, что сейчас как бы тренд, по сути, у людей это были реальные проблемы. Но, по сути, не было предложения. И они не знали просто, где это им найти. Конкурировать с домохозяйками было проще. На большом рынке найти покупателя трудно. Использовали Инстаграм и лишь со временем нашли клиентов в крупных торговых сетях. Теперь главное сохранить высокое качество. Благо, сторонники здоровой пищи готовы платить за удовольствие. На предприятии Искупино также знают толк в деликатесах. Здесь изготавливают мороженое. И хотя на фабрике также используется натуральное качественное сырье, повышать ценник нельзя. Рынок насыщен предложениями. Все деньги требуются считать. Это первое. То есть просто авантюризм не пройдет. Любой проект, любое дело, любое начинание требует четкого математического хотя бы понимания. Если ты просто вкидываешь в какой-то проект какие-то сумасшедшие деньги и ждешь, что он может выстрелить, а может и не выстрелит, то это авантюра. Несколько лет назад в предприятие вложили около 100 миллионов рублей. Проект окупился. За прошлый год заработали 700 миллионов. А за часть продукции расплатились валюты. Мороженое идет на экспорт в Китай. Сейчас ведут переговоры по строительству в Поднебесной собственной фабрике. Из небольшой компании предприятие превратилось в одного из крупнейших работодателей региона. Меж тем в Новосибирской области около 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Большая часть из них в торговле и сфере услуг. Цифра нестабильная. Высокая конкуренция, не срабатывает естественный отбор. Традиционно стабильно себя чувствуют в регионе сферы IT и медицины. Тому способствует развитая инфраструктура, академпарк и биотехнопарк и мощные институты. В итоге, имея, скажем, миллион рублей, можно вложиться в стартап в этих сферах. Если денег побольше, то стоит обратить внимание на оптико-электронную промышленность или даже добычу полезных ископаемых. Порог входа выше и окупаемость здесь дольше. Но легких денег не будет при любом раскладе. Бизнес всегда риск. Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов, Сергей Жданов. Новости ОТС.